здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформа не радиостанция народная волна чикаго ее ведущие эдуард брумер и геннадий война в украине сегодня мы решили побеседовать с украинским политологом журналистом блогером иваном яковиной иван добрый вечер здравствуйте только я не вполне украинские точно не не политолог окей тогда мы назовем я гражданин россии и иностранный агент можно сказать российский журналист но иностранным агентом у вас не будем назвать правильно почему я горжусь им званием неофициального выдали в россии я поэтому это хорошее название так сегодняшние люди на стране да так что иностранные агент иван яковина иван я хочу поблагодарить вас за то что вы нашли время побеседовать с нами в нашей программе потому что то что происходит в украине не только в украине только в украине да это надо об этом говорить обсуждать и не забывать что война это великая трагедия иван а на прошлой неделе на ваш на наш взгляд самым главным событием было то что международный уголовный суд выдал ордер на арест владимира путина то есть впервые за много лет международный уголовный суд а это довольно серьезная организация выдает вот такой ордер как вообще в украине к этому отнеслись как вы относитесь относитесь к этому и какая имиджевая будем так говорить имиджевый взгляд на вот эту ситуацию в украине к этому отнеслись хорошо позитивно все довольны все считаю что это правильное решение я не видел ни одного человека который выступал бы против его принятия я точно так же считаю что это замечательное решение давно было пора это сделать слава богу что наконец-то вот так как говорится руки дошли на вымиджевом плане я думаю для владимира путина это конечно супер неприятно потому что он в одночасье превратился из лидера большой страны в рай человека который скрывается от правосудия по обвинению в воровстве похищение детей игре этот практически это то что называется химон трафики и кино то есть ну наверное ему сильно неприятно вот сегодня уже выходили статьи в российской прессе на этот счет и там говорилось что в кремле цари дворцы владимира путина в общем не были готовы к такому повороту события они удивлены и раздражены и пока еще не сформулировали в свою стратегию относительно этой новости как вы считаете международный уголовный суд продолжит работу и скажем так это если определенный сигнал российским российским элитам о том что ну вот подумайте над тем тем просто мы не упомянули что вместе с путиным выдан ордер на арест амбудсману детском амбудсману львовой беловой фигуре ну скажем так невесомой не в политическом плане плане что ей она не имеет такого уж веса политического поэтому может быть это сигнал для всей элиты путинской что подумайте над своим поведением как-то изменить политический курс может быть или отстранить путин от власти ну в суде уже сказали что они рассматривают другие обвинения в адрес других людей поэтому именно конкретному эпизоду в расстрелите есть конкретное доказательство участие логично владимира путина и лично он будет руман или амбудсменки даже на как правильно назвать сейчас львовы беловы и поэтому собственно их и привлекли но естественно этим делом не ограничено будут другие другие ордера на арест и скорее всего да будут потихонечку тех или иных представителей российской элиты выжимать но будут займутся скорее всего губернаторами тех областей куда этих детей вывозят плюс вы вероятнее всего будут попадать под обвинения какие-то российские военачальники генералы на начальники полиции так далее которые участвуют непосредственно в командовании частями которые проводят военные преступления сейчас же идет очень активно документация всех военных преступлений совершенных российской стороной в украине и многие украинские организации этим заниматься то есть это процесс конечно не быстро он идет и естественно будут и другие люди для того чтобы скинуть владимира путина этого конечно не хватит но некоторые разлом между ним и его элитой конечно будет это неминуемо потому что сейчас эти люди поняли что владимир путин уже точно не вернет ситуацию в исходную точку то есть в точку нар но мы какой-то нормальностью что пока находится владимир путин во власти благодаря этому ордеру они поняли будут проблемы санкции не будет ну например кстати уже по моему американцы заявили блинкин или кто-то там из администрации байдена что до тех пор пока не будут выполнены ордера на арест международного уголовного суда с россией санкции сняты не будут то есть соответственно арест владимира путина является условием снятия санкций конечно это не дает никакого оптимизма российской правящей элите они бы хотели как-то это более мирными способами решить как так без необходимости отстранения владимира путина от власти но им сейчас в общем дали команду что либо его убираете либо будете жить вот в нынешнем противоестественном положении до тех пор пока что то не сделайте то есть да это конечно подрывает легитимность владимира путина в глазах его собственного окружения его царедворцев но отстранить его от власти я не знаю не уверен я что они смогут потому что это очень тяжело сделать чисто технически тяжело замутить какой-то заговор в кремле где все на всех стучат тяжело добраться физически до путина потому что его охраняет 100 тысяч миллионов охранников плюс говорят что у него есть какие-то двойники хотя не очень в это верю но мало ли но так далее то есть техническом смысле это почти неосуществимая задача я думаю единственная организация которая реально способна отстранить владимира путина от власти это вооруженные силы украины иван вот прошел год почти год и месяца дня начала войны а как бы вы оценили украинскую элиту насколько она консолидирована насколько она а сплочена ну давайте заговоримся сразу что война длится существенно дольше а нас 14 года сейчас год назад началось серьезное обострение этой войны атакты российские войска были на территории украины шли ввелись боевые действия гибли люди продолжалась оккупация то есть война никуда не девался он долго идет россия просто решила что она год назад может одним махом на победить в этой войне но не смогла потому что до этого она использовала тактику истощения как бы украина элита украинская достаточно консолидирована я так скажу есть конечно разногласия возникают разного рода споры и какие-то даже иногда скандала небольшого масштаба и украина не было бы украины если бы все были совсем согласны тут как говорится два украинца три гетьмана а есть поговорка на да люди спорят в принципе я считаю что это как бы нормально и естественно для страны в которой продолжаются демократические процессы несмотря даже на внешнюю агрессию и вторжение иностранного государства но в целом надо сказать все люди понимают что власть сейчас менять невозможно а власть не совершает никаких таких действий за которые ее можно было бы менять да и в общем в лае не заниматься подобного рода экспериментами сейчас ни у кого практически нет потому что все понимают что ситуация мягко говоря неординарная из такой ситуации заниматься дрязгами политическими не самое продуктивное мероприятие все занятия поэтому я не могу сказать что она абсолютно на сто процентов консолидирована эта элита но в достаточной степени чтобы давать отпор врагу это точно вчера начался визит председателя к н.р. сединпина в москву давайте поговорим подробнее об этом о том что уже на сегодняшний день известно и хотел бы остановить не остановиться как бы спросить почти как вы считаете почему сединпина в аэропорту встречал вице-премьер чернышенко абсолютно серый и скажем так незначительный член правительства мишустина ну и вообще скажем там путинской администрации несет ли в себе какое-то значение вот именно это человек который ну это не лавров это не патрушев это в конце концов не мишустин не мишустин а вот есть ли в этом что и поподробнее о визите сединпина ну насчет этого министра я ничего не могу сказать я тоже удивился что достаточно невысокого ранга чиновник встречает сединпина сложно мне залезть в голову владимиру путина и понять почему он принял такое решение хотя думаю что скорее всего оно было принято по согласованию с китайцами заранее кто будет встречать каком формате и так далее обычно такие вещи согласовываться насколько мне известно если китайцы не протестовали то наверное это устроил что касается поподробнее о визите но вопрос создавать какие-то в свете естественно украины агрессии россии против украины что несет собой этот визит какой месседж какой посыл посыл да и а в общем какое взаимодействие может происходить россии и китая после этого визита так давайте со взаимодействия россии китая после этого визита ну насколько россия может быть близ близко россия китай сейчас сейчас странное отношение у них хотя может быть уже не очень странно я думал что пора бы к этому наверное привыкну последние лет все наверное россия фактически стала вассалом китая то есть она стала не страной отдельная от китая находящиеся под китайским влиянием а фактически колонии китая провинции кита то есть если смотреть на вещи объективно россия никогда нигде ни в чем не противится воле китайского руководства все как всегда исполняет любые пожелания просьбы и мечты китайских товарищей то есть россия утратила фактически самостоятельность внешней политики и полностью подчинена китая вот всех все но многие по крайней мере не все но может быть отметили заявление си дзенпиня который сказал что приятно вас видеть господин путин я знаю в следующем году у вас выборы и я уверен что российский народ поддержит вас на этих выборах это при том что официально но фактически он выдал ярлык на княжение владимиру путина как это все время происходило с русскими князьями в золотой орде только тогда они туда ездили они но сейчас благодаря авиации современной си дзенпи может сам прилететь так вот он выдал княжение еще насколько на шесть лет владимиру путина сказал я я тебе разрешаю и это было настолько откровенно настолько как бы даже не таясь и сделано вот эта процедура прошла выдачи ярлыка на княжение что потом смутились даже кремлевские царедворцы они бы были вынуждены объяснять что вы дескать неправильно поняли это не было выдачи ярлыка на княжение это си дзенпинь просто выразил свою уверенность в поддержке российского народа курсового народ дом курса владимира владимировича но все же увидят что это было что это было действительно си дзенпинь переназначил путина на пост управляющего своей колонии под названием российская федерация так вот это у них такие отношения владимир путин что хотел получить от этого визита си дзенпинь он хотел получить поддержку выраженную материально да не учите меня жизнь лучше помогите материально он хотел получить оружие и боеприпасы это две вещи которые можно сейчас сильнее всего по большому счету ему больше ничего не нужно даже деньги ему не нужны оружие и боеприпасы особенно артиллерийские припасы для гаубиц 122 и 152 миллиметрового калибра основные двух калибров российских получил ли он эти боеприпас нет не получил си дзенпинь ему ничего такого на совместной пресс-конференции словосочетание военно-техническое сотрудничество не было даже произнесено нет то есть как будто его и нет об этом речи не шло стволов для артиллерии российской артиллерии очень быстро израсходовала стволы вы знаете что их там надо менять после кого-то количество выстрелов у каждой пушки так вот стволов этих тоже си дзенпинь не дал в россия сейчас по заявлениям тех людей кто работает на фронте с российской стороны в качестве журналиста или пропагандист или как угодно называется они говорят огромная проблема с этими стволами не из чего стрелять и нечем стрелять то есть нет ни стволов на снаряд ни того ни другого си дзенпинь обещать не стал ну по крайней мере публично но я уверен что и не публично тоже они будут направлено потому что сейчас очень не хочет ссориться с соединенными штатами америки американцы сказали что ведут санкции если будут поставки вооружений и боеприпасов из китая в россию и санкции они ведут уже не против россии против китая китают такое счастье вообще поэтому я думаю си дзенпинь приезжал в москву уговаривает владимира путина вывести российские войска с территории украины в полном объеме а за это за это си дзенпинь обещал сохранение владимира путина во власти то есть поддержку чтобы не случилось россии какого-то переворота какой-то революции это первое второе отказ украины от вступления в нато и третье отказ украины от разного рода выплаты репараций со стороны российской федерации я думаю вот в этом состоял китайский план то есть россия уходит полностью с украинских территорий и с ней снимаются санкции не надо будет ничего выплачивать плюс плюс китай гарантирует что владимир путин лично останется во власти вот я думаю такое такую схему предлагал си дзенпинь они с путиным по моему то ли шесть или восемь часов разговаривали и учитывая что по итогам совместного коммунике они внулись на этой как пресс-конференции итоговая они вообще ничего не сказали они не договорились ни о чем ну вот объективно да не скажешь у нас очень хорошее отношение мы друг друга поддерживаем так далее но никакой договоренности не было оглашено то есть они результат нулевой у этого визита я думаю что си дзенпинь как раз занимался уламыванием путина на такой вот обмен на такую схему я могу ошибаться но с точки зрения логики мне кажется что моя версия звучит достаточно разумно особенно звучит на мой взгляд разумно учитывая то что сразу после визита в москву си дзенпинь собирается провести переговоры с владимиром зеленским по телефону точнее по видеосвязи вот как мощи с вами и естественно что будет си дзенпинь обсуждать владимиром зеленским после своего визита в москву естественно то то так или иначе будет речь идти какой-то форме урегулирования вот собственно я думаю что именно о той форме урегулирования которые вам сейчас рассказал си дзенпинь хотел бы поговорить зеленский но если путин даст согласие если же путин согласия не дает если он категорически отказывается выводить войска с территории украины то у си дзенпинь и как я понял был еще один план он же встретился без путина отдельно с михаилом мишустиным премьер-министром россии мало того что встретился он сказал что мы надеемся что вы как можно быстрее посетите пекин также он завтра намеревается провести встречу с зюгановыми не знаю может быть уже встретились то ли сегодня вечером то ли завтра это глава коммунистов российских геннадий зюганов и вероятнее всего тоже будет идти речь о том что может быть китайцы просто открытым текстом говорят что мы найдем преемника владимиру путину замена владимиру путину в том случае если путин будет сильно упираться если он не захочет выполнять то что мы ему приказываем то мы мишустин на его место посадим а не мишустин не захочет так так посадим зюганова который коммунист и которые уже скорее больше нам китайцам лоялен по идеологическим соображением чем путину по соображениям национально этническим то есть я думаю китайцев такая игра они с одной стороны владимира пульс на подгоняют к тому чтобы он выполнил их условия а с другой стороны они угрожают как ему наш найдут ему замена если он будет брыкаться в пират как-то надо уточнить для наших радиослушателей что мишустин официально приглашен с визитом а то ли в этом то ли в следующем году в китай поэтому ваша версия как можно быстрее да он приглашен с официальным да один важный момент в случае если с владимиром путиным что-то случится неважно что то президентом россии автоматически становятся кто мишу тинга газ то есть они китайцы сразу говорят мы будем ставим преемником говорить ты можешь типа сам него не определился с преемником ты сам может и не знаешь кого ты хочешь а мы будем говорить с тем кто по закону твой преемник если с тобой что-то случится вот у нас он у нас уже готов для китайцев же очень важно чтобы следующий правитель россии не стал про американским как например борис ельцин на они хотят на них критически важно чтобы следующий правитель был ну хотя бы настолько же про китайским как сейчас владимир путин то есть чтобы это эти отношения в осцилитета сохранялись чтобы россия оставалась зависимой от китая территории фактически китайской колонии вот и поэтому они заранее китайцы подыскивать себе точнее не себе а путину замену ну и самому путин он тоже таким образом намекают что знаешь у нас незаменимых людей нет как говорил товарищ сталин поэтому ты уж там смотри если хочешь свою игру вести и иди но найти помогать в этом не будет и как видим то что китайцы не дали путину вообще ничего я расцениваю как сигнал того что они отказались ему помогать в его войне против украины вы знаете там ушло много разговоров о строительстве газопровода сила сибири 2 который должен был через монголию пойти в китай и владимир путин многократно говорил о том что все уже готово все вот на мази как говорится вот вот будет построен этот газопровод и он всегда подчеркивал что во время визита си цзиньпини в москву типа уже сто процентов будет подписан договор о строительстве этого газопровода это уже типа решено но сегодня было сказано что будут продолжены работы по изысканию там какой-то данных насчет возможности строительства короче говоря си цзиньпин показал средний палец владимиру путина с этим газопроводом даже этого газопровода на который путин уж точно рассчитывал у него все было готово си цзиньпин ему не дал то есть си цзиньпин не дал путину вообще ничего вот такая история иван а вот на сегодняшний день как бы вы оценили военную помощь сша и европейского союза достаточно ли она и или это будет такой такая постепенная история ну конечно недостаточно войне всегда недостаточно слушать афганистана у ирака были танки абрамс были самолеты f16 все было украине этого америка не дает и никто не дает я уж не знаю чем так близок соединенным штатам америки ирак духовно или не знаю интеллектуаль как по каким параметрам он ближе чем украина я честно говоря затрудняюсь сказать что почему вот и раку оружие предоставлялась любое какое хочешь украине но я понимаю что боятся боятся и европейские правители американские того что будет что начнется ядерная война в случае если они слишком уж как-то резво начнут помогать украине видимо этим объясняться их опасения но надо сказать что постепенно в украину приходит то оружие о котором год назад и мечтать не могли те же танки леопард я недавно сам видел на улице в киеве какие-то броневики черте знаю как они называются я таких раньше нигде не видел ну просто смо колонна целый смотришь на них видно что это мощь это прямо google это не советские танки там какие-то 72 которые из говна и палок сделано а вот это вот смотришь и понимаю что это очень серьезное оружие очень серьезная вещь много чего приезжает в украину я естественно всего не знают ли вы посмотрите информация секретно но говорят что много всего вот буквально сегодня появился и была видеозапись о том как сбили первую крылатую ракету с помощью французской системы кроталь система против воздушной обороны сегодня же стало известно что немцы отправили свои уже отправили уже вот они видимо в украине бронемашины мардер которые какие-то там супер крутые то есть они как они не то чтобы они сильно вооружены они очень хорошо бронированы то есть их преимущество в броне которые просто непревзойденное считается ну так далее какие-то вещи приходят и вроде бы приходит достаточно больших количествах но пока в недостаточно больших для победы жалей хотелось бы больше иван ну и сада она главное самое главное забыл сказать буквально опять же вчера было принято решение европейцами выделить 2 миллиарда евро на отправку в украину боеприпасов то есть будут созданы во первых закупку закупался будут боеприпасов каких-то немыслимых капом миллион помилю собрать покупать припас плюс будут созданы мощности для производства этих боеприпасов опять же речь идет о артиллерийских снарядах только уже натовского калибра 155 миллиметров не советского 152 152 155 и это конечно будет очень большим подспорьем потому что к сожалению у украинской артиллерии есть тот же самый снарядный голод который гложет артиллерию российскую будем надеяться что с этим решением эта проблема вам станет полегче иван а мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся и продолжим наш интересный разговор оставайтесь спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго сама племя дистанция на среднем западе сша и ведущий эдуард прумер и геннадий и мы продолжаем беседу с российским журналистом видеоблогером иностранным агентом иваном яковиной иван вы с нами да конечно иван мы не следуем предписанием министерства юстиции россии о том чтобы вешать это просто как как вы сказали мы называем чтобы никто не подумал что мы следуем каким-то пожеланием какого-то министерства юстиции иван сегодня состоялся тоже очень серьезный визит в киев премьер-министра японии фумио кисида самая как мне кажется европейская страна базе я премьер-министра японии а вопрос чуть-чуть в другой плоскости как вы считаете почему киев не посещают лидеры азиатских стран ну например премьер-министр индии или даже по моим премьер-министр с южной кореи небо вообще азия как-то не вклинина вот в политику по защите помощи украине кстати и политики южной америки например ну новый президент бразилии как бы мы к нему не относились мог бы наверно как-то скорректировать политику в отношении украины помощь может быть какая-то могла бы быть окану как вы считаете вот именно азия больше давайте скажем об азии почему азиатские лидеры не посещают украину давайте честно скажем украина всегда была на периферии их сознания многие те азиатские лидеры они знали кого мы знали америку конечно китай россию те кто чуть более продвинутый может быть там не знаю япония германию францию но в общем их судьба украины абсолютно не колыш я к этому спокойно отношусь потому что когда я понимаю что но давайте честно жители украины тоже не особо заботит судьба там тех кто живет в мьянме хотя мьянме например страшные дела творятся на так сложилось исторически далеко они нас далеко и поэтому так и выходит конечно было бы хорошо если бы они интересовались ну например африканцев ждать что они будут интересоваться украинскими делами тоже странно у них там если не в их стране то уж точно в какой-нибудь соседней творятся дела похлеще чем украине поэтому но так миру стран иван переходя конкретно в украинской внутрь украины вопрос о бахмуте я хочу только единственное может быть они правильно ударение ставлю одни эксперты говорят бахмут других бахмут может быть вы меня поправите как правильно должно быть а вот ситуация на бахмут бахмут но местные жители говорят что удивительно неправильно местные жители бахмут бахмут поэтому да это как славянской славянской разночтение небольшое поэтому я попросил уточнение а вот ситуация вокруг бахмута президент сказал о том что они что украина будет удерживать вот этот небольшой скажем так кусочек земли за который уже 8 месяцев идет война я понимаю украинцев я понимаю скажем так психологическую а вот если стратегическое понимание удержания бахмута и вообще вокруг можете немножко описать что на сегодняшний день там происходит там происходит оборонительная операция то есть украинские войска удерживают этот населенный пункт под своим контролем для того чтобы перемалывать там как можно больше наступающих войск российских то есть россияне туда идут волна за волной бросают и заключенных и мобиков так называемых и какие-то подразделения наемников и десантники кого только не кидают на этот бахмут и все это убивается уничтожается и перемалывается и потом идет следующая волна если конечно украина тоже несет потери но по данным нато потери россии примерно в 5 или даже в 7 раз выше то есть украина удерживает этот город для того чтобы отправить на тот свет как можно больше вражеских солдат чтобы ослабить российскую армию и одновременно чтобы выиграть время поскольку сейчас идет формирование новых подразделений частей соединений украинских вот собственно с помощью тех самых танков тех самых бтеров о которых мы говорили раньше западного производства и для того чтобы выиграть время для создания этих частей необходимо удерживать этот самый бахмут чтобы российские войска не продвинулись дальше не создали угрозы не создали необходимости вот эти недоделанные части не доделаны эти резервы не до конца сформированы обученные и укомплектованы бросать в бой потому что может образоваться типа дыра какая-то во фронте и так далее короче говоря выигрывает сейчас украина во первых время во вторых пытается и не безуспешно пытается разбить как можно больше вражеских соединений вот в 2 2 смысла удержания бахмута на данный момент иван а есть вопрос который я думаю очень многие политологи историки даже психологи задают себе и задай и пытается на это ответить журналисты само собой вот закончилась пандемия да и казалось бы нужно было бы дать российскому народу такую как бы передышку как бы немножко выдохнуть как будто ты выныриваешь из воды вместе с тем владимир путин начинает войну как вы думаете почему от вопрос им довольно интересный почему он начал войну именно в 2022 году что его подвигло почему это было начато допустим не раньше там в двадцатом году допустим да хотя для этого все были возможности почему он это не отодвинул хотя в принципе можно было дать как бы выдохнуть народу немножко как бы силы накопить и потом броситься да а вот он и начинает войну именно в феврале 2022 года как вы думаете почему но хотел годом раньше начать на помните тогда была встреча с байденом байден убедил его не начинать войну до этого блоковид до этого было сложно в ковид начинать войну а до этого путин сам видимо считал что не готов не было все готово то есть тонна там очевидно в россии была какая-то программа перевооружения армии плюс спецслужбы докладывали ему видимо о том что созданы идеальные условия для вторжения плюс я думаю сыграло то что украина с точки зрения владимира путина была под управлением некомпетентного президента он уже путин не уважать или не уважал я уж не знаю как сейчас зеленского считал его артистом там каким-то случайным человеком во власти и так далее не обладающим должным компетенциями и должной решимостью для ведения серьезной войны как выяснилось что это у путина всего этого нет а у зеленского как раз есть плюс международная ситуация сложилась таким образом что пла передать власти в германии важнейшей стране европейского союза сложилась целая куча всяких факторов а ну и самое главное это то что украина потихоньку уплывала с каждым годом с каждым днем я даже не побоюсь этого слова украина отдалялась и отдалялась вот российской федерации более того президентском как бы его там не ругали так далее у него была очень интересная до войны скажем так до широкомасштабной войны была стратегия он как бы давил на то что украинцы должны отойти от идеологических всяких разногласий и зарабатывать просто зарабатывать деньги то есть шло строительство дорог мостов докладывание интернет кабелей ушло облегчение налогового режима и так далее то есть все было о том что давайте заработаем денег а потом уже все остальные проблемы решим и украинцы начали хорошо зарабатывать реально хорошо украина растет на самом деле многие сейчас люди беженцы которые в европу особенно женщины здесь но как почти все женщины с детьми которые уехали они из испании какой-нибудь или из франции боже испания бедная страна девочки имейте в виду здесь денег нет то все нищие и так далее выслушу украина то на самом деле богатая страна все есть всех и все хорошо и и так хорошая и сервис хороший все замечательно не хуже чем европе то уж точно но по многим параметрам не по всем конечно по многим параметрам и украина стала правда более комфортной более зажиточной более богатой страной чем россия конечно в россии есть олигархи которые ультра богаты и так далее но мы их не берегу в среднем жители украины стали в среднем богаче жить лучше стали жить чем жители россии хотя конечно в новом во многом богатство в тени и в серой зоне с него не платят налоги и так далее но по факту лучше стали жить и мне кажется вот это стало определяющим фактором для российского президента пошел понял еще немного еще там лет пять в том же стиле и украина просто настолько далеко уйдет вперед что станет очевидно всем уже что россия без перспективы нищая никому не нужно а украина современная быстро развивающаяся интересная страна и он этого очень боялся потому что если вы почитаете его статью двадцатого года об украине уже большую статью путь написал да он писал что уже дважды создавались проекты антироссии как он выражался то есть западом первое это было великое княжество литовская то есть государство в котором в общем плюс-минус все говорили на славянском языке тогда не было ни русского ни белорусского на на славянском языке понятным плюс-минус и что это великое княжество литовска могло стать альтернативным центром объединения земель восточной европы до славян восточную и тогда россия уничтожила просто силой оружия это великое княжество литовской второй момент он говорил 2 такой анти россии было съемки были проекты украинской независимости начала 20 века считаю что тоже они были созданы для того чтобы уничтожить собственно просто россии этот антироссии и опять же эти проекты были ликвидированы с помощью силы оружия и путин говорю что если у вас опять начнет сейчас получаться если мы увидим что вы успешный проект что ваша антироссия успешно мы будем вынуждены уничтожить вас с помощью оружия опять же он прям открытым текстом это написал свои статьи и поскольку украина реально стала успешной и чем дальше тем более успешно она становилась путин как мне кажется начал понимать что это не fail стоит как он утверждал всю свою жизнь что это абсолютно нормальное государство у которого огромный потенциал развития и вот тут он понял что надо действовать срочно иначе украина полностью уедет и да действительно сможет заменить собой россию как центр притяжения людей идей денег и так далее в восточной европе россия соответственно станет периферийным никому не интересным государством бедным и корруппированным тоталитарным и так далее на самом деле своим решением начать войну против украины он как мне кажется это такое случалось самосбывающееся пророчество действительно россию сделать бедный несчастный никому не интересная украину выведет в центр внимания мировой цивилизации по крайней мере в нашем регионе восточной европе иван 29 марта из киева печорской лавры будут изгнаны представители русской православной церкви до московского патриархата могу ошибаться как правильно они уже не называть до русского они просто говорят православная церковь украины православная церковь украины московского патриархата они все равно себя так позиционирует нет они уже отказали отказали не убрали убрали своего устава все упоминания о москве то есть они как бы объявили свои слонга независимости но вот их все считают все что они не независимы но они попытались так сказать отмежеваться от москвы от россии пока не или своих уставных документов но 29 числа им поставлено значит условия они должны быть оттуда выселены они пришли с челобитной к офису президента украины естественно президент зеленский их не принял как дальше будет развиваться ситуация в отношении между между мне сложно сказать я не очень слежу за церковными делами но я думаю их выселят если есть соответствующие документы скорее всего они после этого подадут суд я думаю будут судиться и я думаю что кстати если там были какие-то нарушения не дойдут до европейского суда по правам человека то могут и выиграть дело но я откровенно говоря не знаю насколько там это правомерно не правомерно выселяют но наверное правомерно расшу селя вот тут основной вопрос в том что действительно русская православная церковь была сосредотория боюсь что и остается были ее переименованные нынче версии остается значительной степени сообществом людей поддерживающих российское вторжение в украину то есть к сожалению это так многие не все не буду говорить что все многие представители этой церкви они выступают в этой войне скорее на стороне россии чем украина и то что происходит с ними сейчас это в какой-то степени расплата за экспозицию иван вот если посмотреть на то что происходило за последние 30 лет на постсоветском пространстве то очень многие государства включая украину грузию молдавию азербайджан то есть очень многие государства они старались будем так говорить вырасти из этих советских штанишек да вы как человек который родился в москве если не ошибаюсь и вы какое-то время жили в молдавии сейчас живете много лет в украине а как вы думаете почему все эти государства старались себя поднять за волосы да как этот мюнхаузен говорил а и значит новую жизнь и для себя и для народа и новые законы и так далее и так далее и так далее и единственная страна россия которая остается абсолютно замерзшей страной с замерзшими законами с такой диктатурой с такими так говорится с прошлой жизнью как вы думаете почему этим государством удалось а вот россии нужно оставаться в этом полуразрушенном состоянии мы не всем удалось скажем так и там тура не стараются а но они стараются я так думаю но если мы возьмем туркменистан таджики да да и даже азербайджан я не думаю что они прямо достигли каких-то особых высот в деле строительства демократии скорее наоборот но что касается россии это в принципе было плюс-минус ничего себе ну как более нормальная страна до наверное середины нулевых годов а вот потом вот к середине второго срока владимира путина началось вот это вообще все то есть началась уже такая абсолютно мрачная история мне уже тогда стало понятно что будет диктатура то есть я уже даже тогда не сомневался к чему дело идет других людей это много побольше времени заняло сознание этого но почему почему потому что россия как и многие другие бедные страны она оказалась из не пережила вот этого искушения деньгами когда людям сказали вы в политику не лезьте не занимайтесь найти вам зато много много денег и живите хорошо ешьте вдоволь ездить отдыхать покупайте себе одежду какую хотите и так далее до этого в российской истории такого наверное не было никогда ну может быть был какой-то там период короткий в начале двадцатого века до первой мировой войны и все и больше никогда очень бедно жили люди очень бедно и когда им дали хоть немножко денег немного еды накормили их и они в этом состоянии сказали нам плевать на политику мы не хотим этим заниматься мы хотим просто вдоволь есть мы хотим нормально одеваться мы хотим жить более-менее человеческих условиях и вот этого искушения российское общество не пережил и она пойдя за вот этим чисто материальным благополучием она растеряла во первых остатки культуры я бы так сказал что в россии сейчас кстати многие ругают русскую культуру гаиша такая сика на самом деле русская культура в россии последние 20 лет диком загоне было и почти не мы ее просто просто искоренили нафиг что у людей было единственное развлечение это телевизор с какими-то абсолютно адскими телешоу просто вымывающими последние остатки сознания и мозга из человека это мне кажется отдельное преступление против человечества вот то что делает российское телевидение с собственным населением ну вот пропаганда плюс плюс хоть какие-то деньги и все это вместе дал простые ли вы раскрыли народ подкупили раскрыли и вот получилось то что получилось сожалению такое бывает иван мы заканчиваем нашу передачу и в прошлом году мы всем нашим спикером собеседникам задавали один вопрос куда идет военные русский военный корабль все абсолютно все называли этот курс адрес адрес и в том числе вы вы у нас были в радиоэфире уже в этом году мы решили скорректировать вопрос и задаем такой вопрос что вы будете делать в 6 часов вечера после войны что буду делать 6 часов вечера после войны не знаю отдохну наверно просто я я человек не пьющий поэтому я не буду выпивать не знаю просто отдох но у меня будет ощущение наверное хорошо сделано работа я думаю как-то так может стакан кефира а может ну знаете я думал что как бы для меня победы наверное я считаю что победы в этой войне окончательно будет это прекращение работы владимира путина в качестве президента я уж не знаю каким образом это произойдет скорее всего по естественно натуральным причинам но когда это случится я решил что вот тогда я выпью я прям пойду и выпью бутылку шампанского решить такое когда путин перестанет управлять россии это надо будет обязательно отметить иван огромное спасибо вам за это интервью мы желаем вам всего самого наилучшего здоровья чтобы закончилась война и ждем вас в гости в чикаго будем вам очень рады слава украине большое героем слава все хорош